Всем большой привет! Сегодня у меня видео в непривычном для меня формате. Мне захотелось с вами повышивать и поболтать на разные темы. Работу я себе взяла мой любимый набор от Дом и Крафт. Это утки-мандаринки. Мне нравится брать этот процесс под такие видео, потому что я не отвлекаюсь на схему и не сбиваюсь с мысли. Набор этот очень большой по объему. Сейчас я вам покажу полностью весь процесс. Всю канву. Здесь 60 на 40, но, к счастью, здесь неполная зашивка. И это меня обнадеживает, что скоро-скоро, ну скоро-скоро, в этом году я не увижу, может быть, в следующем году я смогу дошить полностью всю эту работу и увидеть результат. Покажу вам ниточки. Ниточки здесь находятся на двух планшетках. Вот они, две планшетки. И здесь у нас 36 цветов. Кстати, я вспомнила, что этот процесс вот так полностью с нитками, со всеми элементами я не показывала уже очень-очень давно, потому что отдельного что-то я не снимаю, так как я вышиваю всего лишь по ниточке, по ниточке этот процесс. Показываю только в отчетах за месяц и показываю то, что я вышила и не рассказываю, что у меня здесь и как. Вот, ниточки, в общем, я храню на планшетках, так как они были развешаны. Посмотрите, какие здесь цвета. Преимущественно здесь серо-коричневые цвета. Яркие есть, но их мало. Красненькие, розовенькие, немножко желтенькие. Это ниточки будут использоваться непосредственно в уточке. И были немножко на лотосе, который лотос я уже отшила. Не знаю, что к освещению будут ли видны нитки или нет. Но вот показала. Они уже, конечно, начинают путаться в процессе, когда я вытаскиваю ниточку. Они немножко уже такие лохматенькие. И ниточки здесь, они немножко суховатые. По ощущениям, вот когда я их вот так беру, пробую, они немножко суховатые. Как бы хотят они, наверное, увлажнения. Да. И, наверное, поэтому мне не получилось все-таки включить сюда практику вышивки в два прокола. Я пробовала, но ниточка у меня крутится, крестик не укладывается. Я несколько раз попробовала, мне не понравился результат. И я решила уже как бы не мучить себя, а вышивать-то как есть. В любом случае, я вышиваю редко, и это не так напряжно. Вообще, я не люблю вышивать одной рукой туда-сюда. Я уже привыкла на станки двумя руками. Это вот... Это уже... Уже все в крови. Одной рукой, конечно, вышивать сложно. Но если не долго, может быть, один день, как поиграться, какой-то определенный процесс, тогда можно. А вот на постоянной основе немножко начинает раздражать, потому что процесс идет намного медленнее. Я представляю, если бы я научилась вышивать в два прокола, как бы это было быстро и здорово, но, увы, к сожалению, пока не получается. Знаете, у всех как бы свои моменты. Вот. Ниточки я сюда положу. У меня здесь освещение стоит, маленькая лампа, которую я покупала с Икеи. Она очень яркая, но вот, к сожалению, получается так лучше, так лучше, но так не видно мне при вышивке. Я постараюсь как-то сейчас пристроиться, чтобы она не била в кадр. Настрою тут здесь свои моменты. Где моя игла с ниткой? Что мы ее потеряли? Странно. Вроде бы куда-то приколола. Но, что потеряла иглу? Нашла иглу. Она прицепилась к ниткам, представляете? Ну вот. Так, значит, я здесь себе подготовлю участок, который буду вышивать. Давайте я вам еще покажу то, что вышито покрупнее, крупным планом. Вот она. Это лотос. Сейчас, конечно, все краски сейчас не видны, потому что внизу под крестиками находится краска. И она дает тоже вот этот вот свет пробивает. Немножко непонятен сейчас рисунок. Когда уже смоется краска, тогда уже все будет видно четко и понятно. Когда я только купила этот набор, мне писали девочки, что у этих наборов при смытии краски красятся нитки. Они линяют нитки или что-то происходит. Нитки, по-моему, мне писали, что линяют. Конечно, меня это тогда так расстроило. Но я надеюсь, что у меня этого не произойдет. Буду смывать под проточной водой. Как-то контролировать этот процесс. И я думаю, если под проточной водой смывать, не замачивать, а ставить, чтобы прям бежала водичка сверху, я думаю, что... Ну, не должны они полинять. Буду также смывать в холодной воде. И надеюсь, что все будет хорошо. Было бы, конечно, не просто жалко и обидно. Это была бы трагическая, наверное, ситуация. Вышивать два года процесс. И потом у тебя там что-то полиняло, и эта вышивка будет испорчена. Это, конечно, ужас и страх любой вышивальщицы. Еще вот хотела сказать по поводу качества основы канвы. Здесь она очень-очень плотная. Кстати, вышиваю на 14-м каунте. Очень плотная основа. Она чем-то пропитана и очень хорошо держит форму. Мне это нравится. Такие основы, такую канву можно использовать, наверное, для подушек. Ну, куда еще? Ну, картины, само собой. Но для подушек это самое то, чтобы она держала форму и не растрепывалась, не растягивалась. А вот именно хорошо держала все крестики и форму. Ну, естественно, подушки подразумеваются. Здесь это стирка, это такая эксплуатация. И мне кажется, что вот именно такая канва, как китайская или корейская, ну, китайская, наверное, в Китае сейчас все производится, которая обработанная, она вот такая жесткая, она очень хорошо пойдет на подушки. Вот такой процесс. Есть у меня еще один наборчик от фирмы Дом и Крафт. Это карпики в пруду. Я вставлю вам картинку. Тоже очень-очень... Нет, он еще больше, чем этот. Этот 60 на 40. А там у меня где-то метр. Но там тоже 14-я канва. И я вот все мечтаю, что когда-нибудь руки дойдут. Не знаю, когда это будет. И я думаю, что я там буду менять основу, чтобы работа была поменьше и карпики были более аккуратными, более проработанными. Все мы знаем, когда мы меняем каунт, картинка получается более качественная, более проработанная. Но это еще совсем не скоро. Больше у меня никаких дизайнов от Дом и Крафт нет. Есть у меня один вышитый дизайн. Это моя подушка, которую я вышивала уже очень-очень давно. Это, наверное, было в начале моей вообще всей вышивки года 3 или 4 назад. Там у меня, кстати, нитки полиняли. Полиняли они синие нитки. Немножко дали тек на белую основу. Не смогла я это дело исправить. Ну, я и не заморачивала. Сделала подушку. Там сильно никто не присматривается. Сначала она у меня была в маленьком варианте, а потом я ее переделала. И она у меня стала такая большая, красивая подушка. Я ее обожаю. И там у меня зимняя тематика. Кстати, я тоже где-то оставлю фотографию. Эту подушку я, эту наволочку я одеваю вот именно на зиму, когда идут зимние праздники. Сейчас, кстати, еще не сняла. Надо уже все убирать зимнее. Ну, в смысле, у меня все зимнее убрано. Остались только вот наволочки. Сегодня как не могу с ними расстаться на подушках. Надо будет снять мою зиму, моих снегирей, которые тоже я вышивала. И уже переодеть на новые наволочки. Все мечтаю вышить от панны, дизайны, стихии. Начала я в прошлом году один набор. Но, к сожалению, так и не сдвинулся он с мертвой точки. Ну, вы понимаете, что тут оправдываться не буду. Много процессов. Хочется то одно, то другое. Все хочется. Руки всего две. Если было там рук побольше. И сел бы, или подряд какой-то был бы дома, чтобы все вышивали. Вот меня муж иногда подкалывает. Говорит, а ты хотела бы, чтобы я вышивал вместе с тобой? Я говорю, нет. Ну, почему? Да-то ж мне тогда с тобой делиться придется. Вот, а нитками делиться, наборами делиться. Не, не надо. Ты, я говорю, с вами собаками занимайся. Я буду вышивать. Такая я жадная. Ну, так люблю все свои наборчики, свои, все эти ниточки, кангушечку, что, знаете, ни с кем не хочется делиться. Даже если сейчас не могу сама все вышить, но зато я об этом буду мечтать, что когда-то я это буду вышивать. Да и сам момент обладания. Это же тоже по-своему удовольствие. Можно открыть ящичек, коробочку, перебрать, посмотреть, выбрать. Любимые процессы, любимые наборы ждут. И когда будет настроение, и будет возможность, время, я знаю, что они не пропадут, что их где не нужно будет искать. Они уже у меня есть. И я просто выстраиваю какие-то планы, а может быть и не планы. Но в любом случае потихоньку я-то их открываю, вышиваю. Вот. Пусть, пусть они меня радуют. Так что вот так вот, своими наборчиками ни с кем не хочу. Делиться. Хотела немножко с вами побеседовать, рассказать немножко о себе. Конечно, большинство подписчиков знают, что я живу в Греции, я живу в Афинах. Это такой исторический город, привлекает очень много туристов. Сейчас у нас уже начался сезон. И уже яркие автобусы ездят по городу. Сезон, так сказать, открыт. Ну и все, конечно же, предприниматели, люди, у кого есть магазины и работают с туристом. Все, конечно же, ждут этого сезона, с нетерпением готовятся. Потому что всё-таки у Греции нет промышленности и живёт всё-таки за счёт туризма. Это единственный, как бы такой вот, остался ещё огонёк, который подпитывает страну и подпитывает мелких предпринимателей, крупных предпринимателей. Ну, мелких в основном, туризм, да. Я когда приехала в Грецию, я приехала 8 лет назад, вышла замуж, так и приехала. Мне очень нравилось ездить по Афинам, по разным местам. Языка я тогда не знала. Я себе выписывала какие-то маршруты, записывала, как мне куда ехать, чтобы не заблудиться, не потеряться. И ездила, везде гуляла. У меня были несколько туров на неделю, обязательно были. Вот, было такое интересное время. Ну, первые годы, конечно, я здесь очень усиленно учила язык. Потому что приехала, я греческого не знала. Я немножко знала английский. Сейчас он мне вообще, наверное, забылся. А муж знал немножко русского языка. И, представляете, до знакомства со мной его подтянуло учить русский язык. Причём он ни с кем не работал, у него никого не было, связанная работа с Россией. Просто ему захотелось, ему нравилось, ему захотелось выучить русский язык. И он там начал учить русский язык. Потом познакомился со мной. Вот, и произошёл этот момент. Мы быстро поженились. И я приехала в Грецию. Вот, и, конечно же, когда ты находишься в стране, в новой стране, и не знаешь абсолютно языка, это ужасно. Вот, честно скажу, первые годы для меня были очень ужасными. Потому что я, куда бы ни шла, я не понимала, что вокруг меня говорят. Ничего, ничего не понимаю, что вокруг тебя происходит. Кто что говорит, а общаться ты свободно не можешь, телевизор посмотреть не можешь. Вот, очень было тяжело. И я прям поставила себе цель. И училась прям с утра до вечера. У меня постоянно были листочки со словами, везде наклеенные. С первым делом, когда я просыпалась утром, у меня тоже эти листочки были со словами. Книги у меня разные были. И самоучители на курсы я ходила. И целый день практически я учила язык. Читала, смотрела телевизор, сериалы. Ну, могла куда-то поехать погулять. Но в основном читала, 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 другие книги читала. Вот, чтобы не отвлекаться от языка, не смотрела вообще ничего русского, только греческие сериалы, которые я вообще не понимала, что там говорят. Но я это смотрела, слушала. И вот вечером посмотришь какой-нибудь сериал один, второй, ничего не понял. Вот такая голова. Думаешь, блин, зачем оно мне надо? Но постепенно, постепенно, вот через месяца три я уже начала ориентироваться. Через шесть месяцев я начала общаться. Через год это уже было нормальное общение. Ну, если со мной очень быстро говорили, я немножко терялась. А в нормальном таком ритме я уже хорошо общалась и по телефону общалась. Через два года уже у меня улучшился язык очень-очень хорошо. А вот через три года, через три года я уже свободно смогла смотреть телевизор, новости, потому что там идёт очень богатый словарный запас, там сложные слова используются, быстро читаются новости. Поэтому было очень тяжело в первые годы понять новости. А сейчас я их уже смотрю без проблем. Мало слов, которые я не знаю. Вот был такой интересный момент. Я вам мужу говорю, давай посмотрим, какой у меня словарный запас греческих слов. Есть такая техника. Берёшь словарь толковый, да, выборочно, там сколько, 10 страниц. Ну, я, к примеру, говорю, 10 страниц. И из этих 10 страниц выбираешь тоже несколько слов на каждой странице выборочно и проверяешь, знаешь, не знаешь. Вот. И у меня получилось по статистике, что я знаю примерно 25 тысяч слов. Ну, это такой уже приличный словарный запас. Я уже, в принципе, читаю нормально, свободно. У меня редко встречаются неизвестные слова. Причём греческий очень-очень тяжёлый язык. Слова тяжёлые, значения у них такие разнообразные. Вот даже сами греки, они читают очень мало, потому что своего языка не знают. Про грамматику я вообще не говорю. Грамматика здесь очень сложная. Я вот грамматику не знаю. Я на неё никогда не зацикливалась учиться, потому что я понимала, что я всё равно грамотно писать не смогу. Мне бы хотя бы выучить язык и общаться свободно. Я, конечно, могу написать какие-то предложения, меня люди поймут, но они будут, каждое слово будет с ошибкой. Потому что здесь 5О, 5И, и нужно знать именно древние греческие основы, чтобы понимать корни, откуда это слово, и знать, как оно пишется. Либо нужно иметь фотографическую память и просто запоминать, как пишутся слова. Я не хочу себя настолько загружать, поэтому я просто учу слова, а вот как они пишутся, я уже не учусь, я уже как бы не знаю. Я примерно знаю, как они пишутся. Если мне нужно даже по электронке переписываться, я загоняю тоже в программы профографические, там исправляю, и более-менее могу тоже даже переписаться. Для меня это, конечно, достижение, потому что язык сложный. И могу вам сказать, что люди с бывшего Советского Союза, те, которые здесь живут, работают, там вышли замуж, живут, они греческий практически не знают. Но у них словарный запас, может быть, 5-7 тысяч слов, просто бытовые слова, выражения, чтобы общаться, больше не развиваются, очень тяжело, потому что, чтобы развиваться, учиться нужно читать много литературы. Я продолжаю читать. В этом году я себе как бы дала такой отпуск, уже мало читаю, а все эти годы читала, конечно, много, много, не много читала, но просто каждую книгу я прорабатывала, выписывала неизвестные слова, выписывала неизвестные слова, учила их, перечитывала, то есть я работала над книгой и таким образом обогащала свой словарный запас. Ужас-ужас. Вот, в этом году отдыхаю, начала, конечно, опять читать, но я читаю специальную нашу литературу, ну, так, вялотекущий процесс. Что-то у меня запершило в городе, пошла попить водички. Вот, такие вот дела у нас обстоят с чтением, с языком, с освоением, скажем так, в новой среде. Ну, чего, постепенно привыкла, научилась всему, город выучила, все передвижения, маршруты, к сожалению, пока я не вожу. Вот этот мне вопрос нужно тоже срочно решить. Как-то откладываю этот момент. Большая часть из-за языка. Я язык плохо знала, поэтому не хотелось мне идти на права учиться без знания языка. Ну, и также работа занимает много времени. То одно, то другое, и все откладывала, откладывала, но вот чувство уже все. Пришло время, меня подпирают уже все обстоятельства, что нужно браться и решать этот вопрос. Так, что у нас тут? Движемся. Попробовала повернуть ракурс, но как-то не получается, чтобы вам было видно и саму вышивку. Так не видно вообще вышивки, но пробовала я, пробовала, как-то не нашла другого ракурса. Раз мы уже так с вами уселись вышивать, будем вышивать так. Я стараюсь и смотреть в камеру, чтобы не только вы мою макушку там видели. Ну, в общем, потихоньку я здесь обжилась, пристроилась. Вообще, очень мне нравится климат в Греции. Такая легкая жизнь, девочки, вы не представляете. Всего два сезона, скажем так, осень с весной в перемешку. Ну, такая погода, да, не сильно холодная. И лето, и все. И не надо немного одежды, обуви, все так просто. Вообще, такой климат классный. Фрукты два раза в год деревья плодоносят. Всегда есть фрукты, зелень, красота. Море я обожаю. Кто не любит море, да? Кстати, вот мой муж, он не сильно любит море. Ну, может быть, приелось всю жизнь море-море. Ему нравятся больше горы, лес. А мне больше нравится море. Я люблю даже в зимний сезон поехать и у моря пить чай, кофе, сыро, ветрено. Да, никого нет, море убушует. Какая-нибудь одинокая кафешка стоит у края, где приезжают люди попить кофе или просто на прогулку. Мы там сидимся, такие, ох, пьем кофе, согреваемся. Прикольно. Запах моря. Это же так здорово. Обожаю. Да. Ну, вот скоро уже весна идет. Скоро потихоньку будет открываться сезон. Конечно, не совсем купаться. Мы любим, чтобы море хорошо прогревалось. Но хотя бы на кофе, на чай, погулять. Здесь красивые зоны. Это уже скоро начнется. Вот. Ну, и, конечно же, во всей этой моей истории с освоением новой среде очень важную роль сыграла, конечно, и вышивка. В какой-то момент, когда мне было скучно, ну, нет же, у меня здесь круга общения, друзей, подружек, все читать, читать, учить, да учить. И причем я также для друзей, партнеров, мужа бесплатно делала переводы с греческого на русский, с русского на греческий. Ну, просто так, чтобы поучиться, потренироваться. Бесплатно им делала все эти переводы. Вот. Если на греческий муж корректировал, потому что у меня грамматики-то нет, я могла написать, а он потом грамматику корректировал, помогал мне. О чем я там? Ага. И вот в какой-то момент мне как бы стало скучно, мне захотелось найти себе какое-то занятие, стала думать, стала вспоминать, что вот когда-то я вышивала очень давно, мне-то нравилось, то вот здорово было бы что-то повышивать. И я поехала здесь в центр, есть у нас разные магазины, думаю, пойду поищу, что есть. И знаете, вот раньше, и вот мне казалось, что вышивают люди только на пенсии, ну это не для молодежи, мне так казалось, это стыдно, если я буду вышивать, это так стыдно, это как-то даже нехорошо. Но я с силами собралась, думаю, да какая им разница, стыдно, не стыдно, ну хочется мне повышивать, пойду я в магазин, пойду себе выбирать вышивку. Потому что мне раньше очень нравилось вышивать, но так сложилось, что там, где я жила, почему-то не было никаких наборов, никаких, ни так мулины, ни схем, вот как девочки говорят, что там кому-то привозили, там на рынке. У нас вот этого ничего не было. Если было, я бы уже давно схватилась, потому что, я так понимаю, вышивка, она у меня где-то очень-очень глубоко в крови, в ДНК в моем. С детства она мне нравилась. Я вот помню, мне было года 4, я пришла в гости к бабушке, она вышивала, у нее все было в доме Рашито, там скатерти, мережкой вот эти подушки, покрывала, подушки были вышиты, в общем, все было рукодельно. Я пришла в доме, я как сейчас помню, все эти подушки стоят вышиты с какими-то красными цветами, я уже не помню, что там было, и я увидела эта вышивка, я увидела что-то так красиво, и все, она у меня отпечаталась в памяти на многие-многие годы, и до сих пор помню, примерно помню вот эти все вышитые вещи, потом я в детстве вышивала, причем первая моя вышивка была, мне было лет 13, я нашла, мама разбирала там на чердаке какие-то вещи, нашла, у бабушки были нитки ПНК в косах, да, как раньше бабушки заплетали, эти длиннющие, и она мне отдала эти косы играться, а я на них посмотрела, какие нитки яркие, красивые, и все, мне прям глаза загорелись, и я на каком-то интуитивном уровне, я вообще в школе нас не учили вышивать, не знала, я на каком-то интуитивном уровне поняла, что надо вышивать крестиком, вот не гладью, ничем не крестиком, и я сразу стала приставать тоже и к маме, дайте мне тряпочку, дайте мне что-то, я буду вышивать, ну, мне выделили полотенце вафельное, как раньше было распространено, вафельное эти полотенца, да, белое, пришла к папе, говорю, рисуй мне цветок, какой тебе цветок, ирис мне рисуй, вот увидела, у нас были полисадники, ирисы красивые, я говорю, ирис мне рисуй, я буду его вышивать, он мне контур просто нарисовал ириса, вот один цветочек, я вот смотрела, как он в полисаднике, его расцветка, его переходы, значит, выбирала вот эти ниточки, и вышивала этот ирис, листочки, там переходы, все вот как он есть, все это вышивала, и у меня так красиво получилось, здорово, мне захотелось продолжить, я прям почувствовала себя таким художником, с иглой, говорю, давай, папа, рисуй мне еще тут георгины, там, дополняю, в общем, букет, он мне там всего понарисовал, конечно, я там уже не справилась, потому что георгины сложно вышивать, причем, нужно было из тех ниток, которые у меня имелись, подобрать переходы цветов и сделать георгин, ну, в общем, кое-что я там вышила, как могла, она сочиняла, еще какой-то цветочек вышила, получился какой-то букетик, но не получилось так, как мне хотелось, чтобы это прям были живые цветы, я в конце немножко так разочаровалась, думаю, красиво, но я хотела лучше, вот, не талантливый художник, и, значит, это полотенчико забросила, мама его потом нашла, подобрала, и она у нас очень долго украшала, там, какую-то, не знаю, тумбочку, что-то украшала, в общем, долго-долго, вот, был у меня такой первый опыт, а я тогда еще подключила всех своих подружек, мы вместе, они тоже что-то вышивали, лето было, мы как усядемся, все такие красавицы, и сидим, кто что вышивает, да, месяца два мы вышивали, или месяц, наверное, с запоем, прям все вышивали, ну, потом нам надоело, дети, мы все побросали, побежали играться, ну, был у нас вот такой, вот у меня такой опыт, и я вспомнила, что когда-то мне нравилось же вышивать, а потом еще, уже много лет спустя, вышел журнал, журнал вышиваю крестиком, была реклама по телевизору, и вот тогда я хотела собирать эти журналы, начать вышивать, мне это так и не понравилось, но у меня тогда работа была, учеба была, и не сложилось, один журнал я купила, там еще даже были подарочные, какие-то маленькие вышивки, что-то такое миниатюрное, что-то шила-вышивала, не знаю, ну, в общем, были у меня такие пробы, попытки, но не сложилось, и вот, значит, здесь уже в Треции у меня и время есть, и все, желание есть, но было как-то стыдно, думаю, вот, вроде бы девушка молодая, что делать, нечего вышивать, собралась, но тем не менее, любовь была сильная, и, значит, я отправилась в магазин, искать себе вышивку, у нас здесь практикуется только вышивка на страмине, и в основном здесь на религиозную тематику, в основном это иконы, иногда пейзажи, но в основном иконы, ну, в общем, я пришла в один магазин, там были все иконы, и была только из других, как бы, сюжетов, девушка с аромой, ну, я ее и взяла, думаю, я помню, вышивать не хочу, а вот девушку нормально, я как раз попробую, может, мне не понравится, может быть, это такой мимолетный, как бы, интерес, и мне не понравится, и все, в общем, я ее взяла, накупила ниток, мне казалось, это так дорого, ничего себе, думаю, ладно, возьму, и вечером, иногда, по нескольку ниточек, я, смотря свои, греческие сериалы, потихонечку, я вышивала эту саруму, вышивала я ее примерно год, вышивала как могла, вышила, вроде бы, все нормально получилось, хорошо получилось, но мне хотелось лучшего, и я как-то так поняла, думаю, так, 100% должны быть какие-то более проработанные дизайны, наборы, что-то более лучшее, потому что сарумуна, она, конечно, на страмини, конечно, вышивать было легко, но грубо смотрится вышивка, и я тогда нырнула в интернет, стала искать вначале греческое, забивать в гугле вопросы по вышивке, по вышивке, нашла один сайт, заказала здесь гобеленовую сетку, миленькую, с напечатанным рисунком, долго ко мне шел этот заказ, пока он шел, я продолжала искать уже на русском, вышивка крестов в гугле, ну и тут я попала, я уже, а, я уже увидела, что можно схемы скачать, там всяко разные, схем накачала, уже стала читать, разбираться, и тут мне попадается ютюб, вышивка крестов, думаю, о, интересно, и вот я как нажала кнопочку, и попала я на Алину рукодель, она только-только стала снимать свои видео, думаю, как интересно, и все, вот с того момента, как бы, я неразрывно, и с вышивкой, и с ютюбом, то есть меня это вообще очень сильно увлекло, я там буквально сразу также подписалась на, зарегистрировалась на ютюб, потом сделала канал, потихоньку стала, как бы, тоже снимать видео, общаться с девочками, мне было интересно общаться на эту тему, смотреть видео, учиться, как вышивают, что делают, какие наборы, где покупают, потому что вот в начале, когда я даже делала заказы сюда, ни один рукодельный магазин на Украине или в России сюда ничего не отправлял, про американский сайт я тогда не знала, и мне страшно было заказывать, думаю, придет, не придет, как бы, такого опыта у меня и не было, а вот российский и украинский, там, где я могла общаться, они вначале даже не отправляли, а потом потихонечку, я уже там, как уговаривала, я вам доплачу, ну, отправьте туда-сюда, потихоньку ко мне стали приходить мои первые наборчики, мои первые заказы, вот, ну, сами знаете, все пошло и сокрутилось, да, конечно, оторваться от вышивки нельзя, я уже настолько привыкла к своему рукоделию, что у меня нет, ну, какого-то дня, чтобы я не повышевала, есть, конечно, никогда не вышиваю, но, в основном, в основном каждый день, хотя бы там, полчаса, хотя бы час, я могу сесть, что-то вышить, и поэтому у меня процессы, в общем-то, продвигаются, сейчас процессов у меня получилось очень много, и, знаете, мне само интересно, что из моего этого эксперимента получится, потому что в этом году я себе обещала ни в чем не отказывать, если мне хочется что-то начинать, я буду начинать, буду вышивать, вот, но меня спасает то, что мне хочется, чтобы у меня были также и готовые какие-то работы, поэтому я как-то так себе планирую, что какой-то один процесс хотя бы я подтягиваю более активно, и получается у меня, что, ну, вот, пока каждый месяц у меня есть какой-то итог, может быть, если что-то новое начнется и крупное, будет раз в два месяца, не знаю, ну, посмотрим, посмотрим, идет процесс, вот, еще недавно на моем канале я ввела такую тестовую рубрику о здоровье, как-то так оно само получилось, ну, потому что мы работаем в этой сфере, и в каких-то моих видео я оговорилась о том, что мы работаем в этой сфере, и мои подписчики стали меня спрашивать, задавать какие-то вопросы, и я решила попробовать, попробовать, немножко побеседовать на эту тему, потому что, ну, не только же вышивка, у каждого у нас есть своя жизнь, еще другие увлечения, я решила попробовать поговорить на эту тему, и зацепила тему по очистке организма, потому что это самый первый и основной шаг, перед тем, как как бы строить и говорить вообще о хорошем здоровье, что-то улучшать, организм надо очистить, в течение жизни собираются очень-очень много шлаков, и в основном они собираются в кишечнике, вот, ну, сами понимаете, едим-то мы не один раз в день, и все это через нас проходит, кишечник он большой, примерно 7,5 метров, вот, и часть того, что мы едим, откладывается на стенках кишечника, и поэтому там происходят различные всякие эти процессы, да, нехорошие, и чем чаще мы будем чиститься, ну, хотя бы раз в год нужно проводить какие-то очистки, тем здоровье наше будет, мы будем его сохранять, мы будем чувствовать себя лучше, и выглядеть, конечно же, будем лучше, вот, и ну, я хотела поделиться теми способами, которые я нашла, быстрые и хорошие, и я показывала продукцию с фирмы Carl Club, это российская фирма, вот, но не знаю, как, так может быть, девочки мне досмотрели, не посмотрели сначала видео, кто-то, наверное, подумал, что я чисто решила сесть, да, и устроить, как говорится, телемаркетинг, вот, продажу, да, продавать просто всем эти товары, кто-то мне писал, там, что вы наживаетесь на рукодельницах, ну, вообще, девочки, мне неинтересно это продавать, я, как бы, давно подписана, пользуюсь этой продукцией, мне что-то, вот, продавать неинтересно, потому что, ну, там нет никакой выгоды, и канал у меня больше, как хобби, но даже мне просто хотелось поделиться той информацией теми продуктами, которые я пользуюсь, потому что тема такая была затронутой, причем я в начале видео говорила, если вам эта тема неинтересна, вы выключите, не смотрите, это для тех подписчиков, которые мне задавали вопросы, и вообще-то видео по запросу, ответы на вопросы, вот, не для всех, поэтому не надо злиться и раздражаться, у всех у нас есть какие-то другие интересы, я вот вижу, кто-то там про животных своих показывает, как он выращивает рассаду, там про огород, я иногда такие видео смотрю, мне интересно, чем занимается человек, я всех как бы призываю, что вот это нужно делать, и обязательно ни в коем случае каждый пусть выбирает сам для себя, и вообще как бы высказывается, что я там на ком-то нажилась и заработала денег, ну, очень сильно громко и не в тему, и вообще не знаю, почему-то вот на ютюбе тема денег, она какая-то такая болезненная, вот был период, когда девчонки поставили монетизацию, пошла реклама, тоже была такая волна, что там вот всё, там на нас деньги зарабатываете, там рекламу поставили, и это практика, которая ну давно уже используется и в других странах, и в Америке, и везде, когда блогер зарабатывает, ну, я не могу сказать это заработком, это какая-то моральная компенсация, что ли, может быть, для нас самих, что наше время, которое мы затрачиваем, оно ну как-то компенсируется, потому что это ну не заработок, это даже не компенсация, просто так стоит, я не знаю, на иголке, вот, и в Америке, к примеру, практикуются у блогеров сотрудничество с известными брендами, которые присылают им товары на обзор бесплатно, обзор, что это значит? Это реклама, правильно? Вот, и блогер с продажи имеет свой процент, это нормально зарабатывать какие-то деньги за свой труд, за свою информацию, которую ты предоставляешь, это нормально, может быть, не знаю, у нас еще остались какие-то коммунистические отголоски, что деньги это плохо, и нужно всем работать на благо человечества, бесплатно, мне кажется, нужно немножко пересматривать свои взгляды, нормально к этому относиться, есть девочки открывают свои интернет-магазины, это тоже правильно, кто-то находит наборы на ebay и перепродает их здесь в контакте, в контактах разные, есть группы, кто-то просто комплектует схемы Dimensions, с разными нитками продает, как наборы, это нормально, это естественные рыночные движения, и люди так зарабатывают, да, может быть, с точки зрения авторских прав не совсем это правильно, может быть, и неправильно, но рынок он сам по себе развивается и зарабатывают девочки на этом деньги, и есть у блогеров сотрудничество тоже с интернет-магазинами, они имеют свои имеют свои определенные слова, код, да, когда вводишь при покупке в купоне и получаешь скидку, и, соответственно, магазин этому блогеру делает какой-то возврат, какой-то процент, это нормально, потому что человек затрачивает своё время, свои силы, чтобы снять видео, показать, рассказать, смонтировать, выложить, всё должно как-то компенсироваться, вот, поэтому в этом нет ничего плохого, и, как бы, то, что я показала какую-то продукцию, почему бы нам не делиться какими-то моментами, которые могут также нам помогать, ведь рукодельница это тоже человек, которая должна быть здоровой, красивой, следить за собой, я вот, к примеру, у девочек всегда что-то подсматриваю, мне интересно, я люблю проводить чистки организма, что-то улучшать, что-то делать, нельзя всё как бы знать на свете, поэтому информацией надо делиться, вот, и я думаю, что здесь нет ничего такого страшного, что я рассказала о какой-то продукции, о добавках, которые принимаю я, мне задавали вопросы, спрашивали, какие продукты принимаю я, я рассказала о своих как бы продуктах, вот, поэтому смотрите видео, слушайте и как бы реагируйте правильно, вот, наверное, некоторые мои подписчики были не готовы увидеть меня с новой информацией, потому что на моём канале в основном исключительно это видео о вышивке, было несколько влоговых видео, но они были очень маленькими, поэтому у меня в основном исключительно это вышивка и вышивка, здесь я представилась с совершенно новой информацией, и, наверное, люди были не готовы, потому что есть люди, которые быстро воспринимают всё новое, не хватают новой и начинают применять жизни, а есть люди, которые, вот, они держатся за старые свои данные и им сложно воспринимать что-то новое, но мне хотелось попробовать, мне хотелось поделиться своими какими-то наработками, я думаю, каждый человек рано или поздно начинает думать о своём здоровье, как-то заботиться и почему бы не поделиться тем, что я попробовала и то, что работает и то, что помогает, вот, я пока ещё не приняла решение, что мне делать с рубрикой, может быть, сниму ещё одно-два видео, посмотрю, что дальше у меня получится, ну, видео о вышивке будут выходить, я надеюсь, с той же частотой, процессы у меня потихонечку двигаются, значит, будут у меня и новости по вышивке, вот, я надеюсь, вы меня немножко подняли, я всегда открыта к общению, давайте общаться, задавайте вопросы, ну, а на этом у меня всё, я желаю вам хорошего настроения, ну, и, конечно же, до новых встреч, если у кого-то будет интерес снять подобное видео и рассказать о себе какие-то интересности, мне было бы очень интересно, ну, всё, всем пока! До новых встреч! Пока! Пока!